Да-да-да-да-да! Это подкаст. Подозрительные перемещения отравителей Навального на Северном Кавказе, нападения на полицейских у Грозном и кровная месть, шокирующие подробности провальной спецоперации в Чечне. Об этом и не только в девятом выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». Меня зовут Катя Филиппович. Я рада приветствовать вас в 2021 году. А теперь к новостям. Около недели назад журналист-расследователь Христо Грозев, это автор расследования отравления оппозиционного политика Алексея Навального, опубликовал таблицу с данными о перемещениях восьмерых сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению. Выяснилось, что ФСБшники чаще всего ездили в города Северного Кавказа. За 11 лет они побывали в них почти 100 раз. Что же так привлекало силовиков на юге? Может быть, это Грозный сити и Жижик-Галныш? Каспийское море Ахинкал? Или, может быть, горы Кавказского хребта? На самом деле оказалось, что часть их визитов совпадает по времени со смертями местных активистов и так называемыми контртеррористическими операциями. Например, в 2013 году Иван Осипов, это один из предполагаемых химиков из группы ФСБ, зачастил в Грозный. В период с апреля по июнь он 7 раз прилетал в чеченскую столицу. В этом же году он дважды приземлялся в Нальчике. Вместе с ним в Кабардино-Балкарию летал и Константин Кудрявцев. Это тот самый, с кем Навальный разговаривал по телефону и кто ему рассказал про яд на трусах. Ну вот, представляете себе трусы, да? Один из визитов Осипова в Минеральные воды летом 2014 года совпал по времени со смертью нальчикского активиста Тимура Куашева. Его друг Абакар Абакаров тогда заявлял, что Куашев был отравлен. В 2019 году расследование этой смерти прекратили из-за отсутствия состава преступления. Адвокат Заур Шамахов, защищавший интересы семьи Куашева, рассказал нашему подкасту об особенностях этого дела. Я считаю все-таки причиной ее смерти от отравления. И это все я и в своих ходатайствах писал, и в своих жалобах о том, что следствие проводится неполно, не объективно, не проводятся необходимые следственные действия. Но, к сожалению, эти пункты остались неразрешенные, нерасследованные. Прекращались дела в связи с отсутствием события по мнению следствия. Около четырех раз такие прекращения отменялись, как незаконные. Но в дальнейшем последование так и осталось, так скажем, на том же уровне. Без подвижения, без каких-то восполнений и так далее. Спустя год. Еще одно совпадение по датам. 24 марта 2015 года в Каспийске умирает лесгинский активист Руслан Магомедрагимов. Судя по таблице Грузева, в то же самое время Иван Осипов был во Владикавказе. Официальной причиной смерти Магомедрагимова указана сердечная недостаточность. Однако еще тогда лидер движения Садвал Альберты Седов со ссылкой на выводы патологоанатома утверждал, что активист умер от асфиксии. Спустя несколько лет после двух этих случаев в самопровозглашенной Абхазии был отравлен политик, нынешний президент республики Аслан Бжания. Первый раз его госпитализировали 21 апреля 2019 года. В таблице Грузева нет явных совпадений по датам. Однако сотрудник ФСБ Фролов летал в Сочи 16 апреля. Расстояние от Сочи до Сухуми всего 125 километров. А за месяц до этого на курорт летал Иосипов. Второй раз Бжания госпитализировали 2 марта 2020 года. 26 февраля в Сочи на один день вылетал Фролов. А 11 марта – Осипов. Судя по данным в таблице Грузева, последний раз сотрудники ФСБ из этой группы летали в Дагестан в октябре 2020 года. Это спустя месяц после отравления Навального. В это же время в Чечне прошла одна из последних спецопераций, во время которой были убиты двое предполагаемых боевиков. Это Рустам Барчашвили и Казбек Байдулаев. Все эти совпадения по времени могли бы послужить поводом для масштабных проверок и как минимум нескольких уголовных дел. Но будут ли они теперь, после обнародования таблицы? Ответ тому – сама история Навального. Вместо того, чтобы завести дело о его отравлении, Следственный комитет заводит дело в отношении самого политика. За три дня до Нового года в Грозном произошло нападение на полицейских. Оно привело к гибели сотрудника патрульно-постовой службы и двух нападавших, а также к тому, что тейпы Ингушетии и Чечни объявили друг другу кровную месть. Но обо всем по порядку. Днем 28 декабря власти Чечни отчитались об убийстве двух преступников, которые с ножами напали на сотрудников полиции в центре Грозного. На место нападения даже приехал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он же заявил, что нападавшие – это два родных брата из Ингушетии. Братья Хасан и Хусейн Тимурзиевы жили в Чечне с самого детства. Закончили там школу, учились в университете. Что подтолкнуло их к нападению – неизвестно. И хотя ответственность за преступления взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», никаких доказательств в связи с нападавшими там не предоставили. Видео самого нападения власти Чечни показали не сразу. И это стало причиной споров в социальных сетях. В частности, телеграм-канал Адат сообщил, что причиной нападения стал личный конфликт, что братья Тимурзиевы якобы не выдержали оскорблений, вступили в драку и были расстреляны. Эта публикация взволновала уже жителей Ингушетии. Кроме того, стало известно, что после нападения были задержаны члены семьи нападавших. Это отец, мать, сестра и младший брат. Тогда представители ингушского тейпа Тимурзиевых-Султыговых потребовали от Кадырова доказательств вины убитых родственников. Они записали видеообращение, в котором призвали освободить удерживаемых властями Чечни членов их семьи, а также выдать тела двух братьев для захоронения. Но Грозный вместо диалога пошел на обострение конфликта. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов лично объявил ингушскому тейпу кровную месть. И в то же время пригласил родственников Тимурзиевых в Грозный для демонстрации видеозаписи, которая бы доказывала, что братья действительно напали на полицейских. Это видео семье показали в тот же день, в ингушском центре по противодействию экстремизму. За этим последовало новое видеообращение. На этот раз с извинениями и соболезнованиями семье погибшего чеченского полицейского. Но было поздно. На следующее утро его семья тоже объявила тейпу Тимурзиевых кровную месть. Только после объявления Вендетте видеозапись нападения в Грозном решили показать и широкой общественности. Если бы это было сделано сразу, вероятно, угрозы кровной мести можно было бы избежать. Но теперь это только усилило давление на тейп Тимурзиевых и обострило конфликт. Как будто по приказу кровную месть родственникам нападавших объявил и депутат чеченского парламента от партии «Единая Россия», а в прошлом министр обороны сепаратистской очкерии Магомед Ханбиев. Угрозы расправы депутат «Единая Россия» проводил словами о том, что на его стороне «10 тысяч вооруженных людей на государственных должностях». Для сайта «Кавказ.Реалии» конфликт прокомментировал исследователь Free Russia Foundation Денис Соколов. По его мнению, власти Чечни сами вмешались и обострили конфликт, прикрываясь древними обычаями. Мне здесь кажется важным то, что возникает вообще асимметрия. То есть, с одной стороны, разговор идет об обычае кровной мести, и тогда должно все решаться на уровне соответствующих институтов. Тейпы – религиозные деятели. И с той и с другой стороны. Но мы понаблюдаем здесь вмешательство практически государства как страны конфликта, который возникает между тейпами. И это такая асимметрия, которая возможна только в современной Чечне. А просто здесь получается, что практически обычай, который предполагает разрешение конфликта между семейно-родовыми группами, между тейпами, этот обычай политизируется и превращается в политическую акцию. Сегодня в Грозном ходе спецоперации уничтожены четверо боевиков, которые готовили теракты. В перестрелке с ними погибли двое сотрудников ОМОНа, еще один ранен. По словам главы республики Рамзана Кадырова, все четверо экстремистов – уроженцы Чечни, которые давно были в розыске и скрывались в разных странах, в том числе и в Сирии. Новая газета 5 января раскрыла шокирующие подробности прошедшей еще в октябре контртеррористической операции в Грозном. По данным источников издания, чеченские силовики казнили троих задержанных. В их числе и женщину, которая на момент задержания была беременной. Еще одну задержанную – это 14-летняя девочка из Дагестана – до сих пор удерживают в отделе полиции. Спецоперация, о которой идет речь, прошла в Грозном 13 октября. Из официальных сводок известно лишь то, что силовики во время штурма дома убили четверых боевиков, которые якобы вернулись из Сирии. Погибли также двое сотрудников полиции, еще один был ранен. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявлял, что убитые боевики давно находились в розыске, и что информацию об их местонахождении им передало Республиканское управление ФСБ. Новая газета утверждает, что эти заявления – ложь. В действительности, хронология событий 13 октября была совсем иной, а штурм был не таким героическим, как его пытаются выставить власти. Все началось, когда трое сотрудников транспортного ОМОНа пришли в один из домов в поисках наркоманов, на которых пожаловались соседи. Неожиданно по полицейским открыли огонь, двое сотрудников погибли. Еще один – это был стажер – сумел выжить и поднять тревогу. Только после этого в столице Чечни объявили контртеррористическую операцию. Прибывшие на подкрепление сотрудники спецназа убили боевиков и задержали гражданских, которые были в доме. В их числе оказалась и Беназира Хамидова – это жена хозяина дома, которая на тот момент находилась на пятом месяце беременности. Полицейские не стали задерживать только восьмилетнего ребенка, также находившегося в доме во время штурма. То есть никаких заранее спланированных действий по ликвидации террористов не было. Вместо этого сотрудники транспортного ОМОНа нарвались на засаду, которой вполне можно было избежать. Дело в том, что хозяином дома, где укрывались предполагаемые боевики, оказался Ислам Исханов. Его задержали уже после штурма в квартире, которую он снимал в другом районе Грозного для своей второй жены – 14-летней уроженки Дагестана Жасмина Сейидовой. О самом Исханове, а также о том, что он сожительствовал с несовершеннолетней, было известно давно. Но у полиции такая связь вопросов не вызывала ровно до тех пор, пока в доме Исханова не были обнаружены предполагаемые боевики. Вместе с Исхановым были задержаны его брат и обе его жены. Через несколько дней беременная Беназира Хамидова попала в больницу, где у нее случился выкидыш. Женщину вернули в отдел полиции, а еще через пару недель, в начале ноября, ее тело выдали родственникам. Как и тела Ислама Исханова и его брата. По версии властей, задержанные погибли в ДТП на дороге, ведущей из Чечни в Ингушетию. Их автомобиль был расстрелян. Кто это сделал, из официальных сводок неизвестно. Как задержанные покинули отдел полиции – тоже загадка. Кроме того, в официальных сводках чеченского управления МВД ни происшествия с расстрелом машины, ни ДТП с гибелью трех человек не значится. Из задержанных после штурма 13 октября в живых осталась только 14-летняя дагестанка Жасмина Сеидова. Ее, по данным «Новой газеты», до сих пор удерживают в Грозном, в октябрьском отделе полиции номер 2. Напомню, в декабре глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики, цитата, «досконально владеют ситуацией в регионе, знают, сколько лиц находятся в розыске, имеют исчерпывающую базу данных по их пособникам». А также добавил, что обстановка в Чеченской республике стабильная и спокойная. Можно ли верить этим словам? Судите сами. В Дагестане Новый год начался с трагедии в махачкалинском селе Тарки. 3 января здесь застрелили антинаркотического активиста, 23-летнего Вали Абдурагимова. По неофициальной информации, причиной убийства могла стать именно его гражданская деятельность. Хотя полиция отвергает эту версию и настаивает на том, что мотивом преступления был бытовой конфликт. В подтверждение этого сотрудники МВД даже записали на видео заявление задержанного. Им оказался 28-летний житель Махачкалы. За день до того, как происшествие получилось, ночью поругались хорошего конкретно с этим человеком. Но до этого были у нас инсциденты постоянно, все время, когда мы виделись. Постоянно у нас неприятный разговор был волнен. На следующий день после задержания подозреваемого в убийстве в селе Тарки прошел народный сход. На нем обсуждался вопрос принудительного выселения из поселка семьи задержанного, который, по версии убитого активиста, распространял в Тарках наркотики. Народный сход перерос в массовую драку. Погибли еще два человека. Они получили ножевые ранения и скончались в больнице. Новый народный сход запланирован на 8 января. Не исключено, что жертв будет еще больше. Полиция при этом заняла исключительно наблюдательную позицию и пытается сделать вид, что конфликт в поселке никак не связан с распространением наркотиков. Хотя именно такая позиция, бездействие правоохранительных органов, именно это спровоцировало и убийство гражданского активиста, и массовую драку. Это были главные новости на Северном Кавказе за последнюю неделю. Подписывайтесь на наш подкаст на любой удобной для вас аудиоплатформе. Ставьте ему оценки и пишите, пожалуйста, нам комментарии. Меня зовут Катя Филиппович. До встречи ровно через неделю. Привет! Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова